Меня зовут Алексей Ницц и вы смотрите видеоуроки теплицы социальных технологий. Сегодня расскажу почему с точки зрения цифровой безопасности необходимо обновлять операционные системы, а также как это сделать для Windows и OSX. Главная причина, по которой нужно обновлять операционные системы и устанавливать сервис паки, это возможность устранить проблемы безопасности и ошибки кода, которые могут быть в системе. Антивирусы могут не видеть такие уязвимости, а утечка данных и личной информации может принести огромный урон для пользователей. Также обновления сервис паки могут расширять поддержку, например, новых устройств и элементов дизайна и вообще стабильность и быстродействие работы системы. Важно иметь в виду, что старая операционная система со временем перестает поддерживать с разработчиками, что может повлиять на возникновение конфликтов с установленными на компьютере программами и оборудованием. С другой стороны, если вашему компьютеру уже несколько лет и, например, объем оперативной памяти не более одного гигабайта, настоятельно рекомендуется ознакомиться с требованиями новой версии операционной системы, чтобы избежать ситуации, когда быстродействие новой системы упадет и некоторые программы будут тормозить. Как для Windows, так и для OSX есть возможность уведомления и установки автоматических обновлений системы и сервис паков. Обновления будут обновить вас, когда следует установить готовые обновления. При использовании автоматических обновлений нужно брать в расчет скорость подключения интернета. Если она невысока, то фоновое скачивание обновлений может повлиять на скорость открытия сайтов. Теперь посмотрим, как же обновить свою операционную систему. Начнем с Windows. Если вы покупали компьютер с предустановленной системой Windows или покупали саму систему ранее, то обновление до новейшей Windows 10 для вас будет бесплатным. У большинства пользователей внизу справа появится иконка о резервировании обновления. Если такой иконки нет, тогда обновление можно сделать из центра обновления Windows. После начала обновления файлы новой системы будут скачаны на ваш компьютер в фоновом режиме, после чего появится уведомление о возможности начала процесса установки новой системы. При этом все ваши файлы на компьютере останутся. Теперь о том, как обновить систему на вашем компьютере Mac. На данный момент можно обновиться до OSX El Capitan версии 10.11.1. Для этого необходимо перейти в App Store и перейти в раздел новой операционной системы. Обновление системы также бесплатно и для скачивания дистрибутива нужно войти в свой аккаунт Apple ID. Таким образом, чтобы устранить с проблемой безопасности критические ошибки, необходимо устанавливать новую версию операционной системы на вашем компьютере. При этом важно предварительно ознакомиться с системными требованиями новой версии системы для корректной работы с вашим компьютером. Но помните, что выбор обновить систему или нет всегда остается за вами.